о моей поездке в Азербайджан. Недавно Александр Геевич Дугин пригласил меня поехать в Азербайджан и поехать в район Карабахского конфликта, Физулинский район. Вот очень многие меня там осуждают, армянские читатели, слушатели говорят, как вы могли, вы продались, вы обширонский манкурт, вы получили бакинские деньги. Во-первых, я даю вам слово, я не получил никаких денег, естественно, и не собирался их получать, если бы мне их предложили, я бы не поехал ни за что. Конечно, азербайджанцы обеспечили достаточно комфортную поездку, достаточно комфортное пребывание, и мы ехали туда достаточно долго. Это был как раз день, когда сборная России играла со сборной Испании, и, слава богу, выиграла у сборной Испании по пенальти. Мы ехали на оккупированные районы, которые по всем нормам международного права, допустим, на Горный Карабах, предположим, это спорная территория, которые оспаривают там и так далее, но точно, Физулинский, Лачинский, Джабраинский, Агдамский и так далее еще, значит, районы, это территория Азербайджанской республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского и ельцинского режима в начале 90-х годов. Вот кто скажет из армян, что это не так, что это территория Армении? Хотя я читаю такие записи, что это наша древняя земля, мы там всегда жили. Вы знаете, оставим эти разговоры. Из оккупированных районов Азербайджана должны выйти армянские войска. Беусловно, туда должны вернуться примерно миллион азербайджанцев. И после этого Баку готов обсуждать статус Нагорного Карабаха при условии возвращения в Нагорных Карабах азербайджанских беженцев. Моя позиция всегда была неизменной. Я считаю, что также армяне должны вернуться на территорию Азербайджана, где они жили столетиями. А азербайджанцы на территории Армении, 400 тысяч с лишним азербайджанцев были изгнаны с территории Армении. Это была трагедия для всех людей. Поэтому я поехал туда для того, чтобы сказать, что война – это плохое решение всех этих вопросов. Плохое для азербайджанского народа, для армянского народа. Я считаю, что эти районы должны быть освобождены без предварительной торговли. Я могу сказать, что Серж Сарксян, плохой он или хороший, он договорился об освобождении этих пяти районов с Эльхамом Алиевым. Это привело бы к разрядке напряженности, к возвращению Армении в экономическую систему Закавказья. Энергетическую, газовую, торговую и так далее постепенно. Вот Сарксяна сняли, Сарксяна. Пашинян пришел. Опять эскалация насилия, эскалация войны. Я против политики Пашиняна современной. Я считаю, что надо продолжить политику по освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Надо продолжить мирный процесс. Я уверен, что все разумные армяне, разумные жители Армении, которые не ослеплены нифами национализма, поддержат меня в этом решении. Поэтому считайте, что моя поездка в Физулинский район была символическая. Я призываю два народа, древних народа, азербайджанский и армянский, к реальным мирному диалогу. Но если этот диалог будет срываться силами войны, которые сорвали, в частности, мирные договоренности между Сарксяном и Эльхамом Алиевым, переворотом в Армении, то тогда как бы к войне готовы там все. Я убедился в этом, побывав на позиции азербайджанских войск. Они готовы сражаться за свою родину, для того, чтобы эти люди считают, что их родина оккупирована. Я видел азербайджанские кладбища, которые были на территории, которая была 20 лет под контролем армянской армии, армянских формирований, которые были уничтожены и сломаны. Скажите, армяне, если бы ваши кладбища так ломали, а их ломали же тоже в начале 90-х, давайте восстановим кладбище, потом восстановим жизнь живых, и давайте сделаем так, что за Кавказе станет территорией мира, а не территорией бесконечной манипуляции великими державами жизни армянского, азербайджанского и грузинского, абхазского и осетинского народов. Это единственная позиция, которой я придерживаюсь и буду придерживаться. Поэтому те, кто меня оскорбляет, пусть бог вам будет судья, с какой бы стороны вы не были. Разумные армяне уверен меня понимают и поддержат. Дальше идем.